всех приветствует компьютерной академии наш партнер сайт ixbt.com хороший вопрос как превратить ваш смартфон в iphone установка выреза dynamic island на android с выходом новых гаджетов от apple и обновление операционной системы до 16 версии многие пользователи iphone айфона получили возможность быстрого доступа к уведомлениям в небольшом окошечке вот там наверху dynamic island а так как скорее всего у вас нет последнего айфона у меня тоже и мы пользователи андроида то вот для нас появилась возможность воспользоваться интересным приложением имитирующим интерфейс нового айфона и так поехали и так данная функция в новых гаджетах от apple появилась сразу после анонса и частично будем говорить так подняла на уши весь интернет по популярности аналогичная функция на гаджетах с операционной системы android появилась буквально через несколько дней и тоже так сказать ну не так сильно получила популярность но все-таки программа приподнялась в рейтинге и так смартфонах iphone данная утилита отображает окна уведомлений и называется дайнэмик дайнэмик айланд а для андроида разработчики не стали заморачиваться и в тоже такую же программку выпустили с таким же названием дайнэмик айланд но еще есть другое название дайнэмик спот итак приложение еще находится в разработке поэтому можно стать одним из первых пользователей это продукта поучаствовать в разработке в поиске слабых мест и так далее а многие загрузили ее уже и почувствовали всю значимость этого окна на смартфонах с ios и так после установки нужно произвести некоторые настройки чтобы приложение получила доступ к уведомлениям выбранных программ здесь у нас различные уведомления есть можно галочки поставить таким образом таким образом и именно под себя настроить уведомление ну скажу следующее на нашем канале отвертка буквально в прошедшую субботу было выпущено видео да вот было выпущено видео где вот я объяснял как можно на смартфоне samsung galaxy a 52 все это дело организовать тоже вот в этой проге дайнэмик спот можно под себя настроить уведомление очень полезная вещь итак после установки и задания разрешений на использование уведомлений именно определенными программами верхней части экрана появится окно уведомлений пока новых уведомлений не поступало на нем будет отображаться уровень заряда аккумулятора меню настроек довольно таки простое включает пункт по выбору приложений из которых будут отображаться уведомления и редактирование размера окна уведомлений используя данные настройки можно идеально подобрать размер островка его расположение опираясь на размещение селфи камеры на вашем аппарате и так при поступлении нового уведомления в окне отобразится ярлычок приложения и лишь при нажатии на вот этот островок открывается окно приложения в самом островке не удается прочитать уведомление или даже часть уведомления тут такое дело следующее а если у вас в оболочке в большей степени преобладают черные тона то само приложение будет почти незаметно учитывайте вот этот вот интересный фактор настроек куча можно под себя все это дело сделать ну и покончание нашего видео скажу следующее даже после установки этого приложения на свой android вы не получите полный функциональный iphone это по любому это всего лишь украшение интерфейса android с добавлением некоторых интересных функций от айоса 16 вот как то так так что надеюсь разработчики продолжат свою идею и завершат проект с расширенными возможностями своей программы так что вперед в интернет скачиваем проверяем на антивирусы ставим и юзаем пользуемся я думаю все это дело вам понравится удачи вам